Здравствуйте, дорогие друзья! Вот такое замечательное, красивое место возле Кайфер, Ботстейшн 4. 4. Это уникальное место, наверное, сегодня, одно из самых важных для нас. Это пещера, вот она здесь, в которой молился пророк Ильягу, и по преданию, это вообще в иудаизме такого нету, это единственный человек, с кем это было связано, он вознёкся живым на небо. Пророк Ильягу – это самый-самый любимый персонаж всего фольклора, еврист. Часто приходит к людям, он остался живой, на каждом обрезании присутствует Ильяга. Масса случаев, когда, говорят, пришёл выручать того или иного пророка Ильяга. Люди с ним смотрятся самое главное для одного – это для прихода Машев. Потому что сказано нам во всех книгах пророчеств, что до того, как придёт Машев, придёт пророк Ильягу и возвестит нам, а его приходит. Это место абсолютно идеальное о том, чтобы просить о приходе уже праведного Маши. Но это великальный человек, который долгий. Жизнь его полна всяких чудес. Рассказывающе интересное о горе Кармиль, когда он сначала царю Ахаву, великому царю Израиля, сказал, что не будет, раз вы, я не вхожу в тело в уголку, раз вы нарушаете законодатель, не будет дождя в Израиле. И не было дождя много лет. И потом он пришёл, собрал всех жрецов Вааля на горе Кармиль и сказал народу Израиля, сказал, скажите, этот вопрос актуален в сегодняшний день. Скажите, сколько можно молиться? Выберите уже, что вы хотите. И погибли все жрецы Вааля, потому что сошёл с неба огонь только по ЗУ. И мы с вами обязательно в этом месте, кто будет вообще здесь. 12-го, написано, произошло. Когда он ушёл на небо, то здесь будет. Посмотрите, это уникальное место. Очень красивое. Вот и сама пещера, пожалуйста, находите.